Добрый день. Недавно начал читать книгу профессора Семенова Юрия Ивановича. Он был моим вузовским преподавателем. Сейчас ему 90 лет. И он написал очень интересную вещь про то, в частности, о том, какие были половые отношения в древности. О том, каким был брак. Оказывается, он был групповым. То есть одна группа женилась на другой. Ну, это я своими словами очень вульгарно обрисовал. А сейчас я вам прочитаю буквально две странички, и все будет научным языком из вот этой толстянной книги. Все вам будет ясно. Приготовьтесь. Читаю. Отношения по воспроизводству человека. Половые, биологические и брачные, социальные. Но вполне понятно, что половые отношения могли быть вытеснены только из социоисторических организмов, но и не из человеческого общества в целом. Превращение прообщин в роды были одновременно и процессом образования систем, каждая из которых состояла из двух родов, члены которых могли систематически и постоянно вступать в половое общение друг с другом. Эти системы получили в науке название дуально-родовых организаций. С появлением дуально-родовой организации половые связи перестали быть неупорядоченными, промискуитетными. Они были введены в социальные рамки. На смену промискуитету пришел брак. Среди подавляющих большинства философов, социологов и даже этнологов, не говоря уже о людях далеких от всякой науки, бытует представление, что брак между индивидами и элементарная семья, то есть группа, состоящая из мужчин, женщин и их детей, существовала всегда. Да, очень многие из них утверждают, что существование такого брака и такой семьи обусловлено биологией размножения человека, и что эти институты унаследованы им от его животных предков. Все это совершенно неверно. В действительности же ни брак, ни семья не вытекают из биологии. Чтобы происходило биологическое воспроизводство человека, нужен не брак, а половые отношения. Брачные же и половые отношения далеко не одно и то же. Половые отношения, а тем самым и рождение детей, возможно у людей без брака и вне брака. Брачные отношения, включая все половые, никогда к ним не сводятся. Брак есть определенная социальная организация, отношения между полами. Он предполагает наличие определенных прав и обязанностей между связанными им сторонами. В животном мире нет ни общества, ни норм регулирующих отношения между полами. Поэтому в нем, в крайнем случае, можно встретить лишь биологические аналоги брака. И семьи, да и то не всегда. Таким образом, существуют два качественных вида отношений по производству сеподобных. Где-то производство. Биологические половые, которые бытуют и у животных, и у человека. И социальные, брачные, которые присущи только людям. И последние связи являются той социальной оболочкой, в которой в норме осуществляются первые. Другой, почти безраздельный господствующий предрассудок заключается в том, что брак понимается как отношение между индивидами. На деле, кроме брака между индивидами, в истории человечества существовал и брак между группами индивидов. И первой формой такого брака, и первой формой социальной организации отношений между полами вообще был дуально-родовой брак. Этот брак, как и любой другой, предполагал существование определенных прав и обязанностей между связанными им сторонами, родами. Каждый род, входивший в дуальную организацию, строжайше воспрещал половые связи между своими членами. И тем самым предписывал им вступать в такие отношения с членами другого рода. Этим социальное регулирование половых отношений ограничивалось. Для каждого конкретного человека обязанность вступать в половые отношения только с членами другого рода являлась лишь указанием на круг лиц, внутри которого он имел право искать половых партнеров. И только. Кто же конкретно из данного круга лиц становится его половым партнером и на какое время? Это определялось лишь в доброй воле вступающих в связь. Вступление в половые отношения лиц, принадлежавших к разным половинам дуальной организации, не давало никаких прав друг на друга и не накладывало ни на каких обязанностей. Поэтому их индивидуальные отношения браком не являлись. Индивиды, взятые сами по себе, в браке не состояли. Браком была лишь связь между двумя группами, двумя родами. Вполне понятно, что члены разных родов, составляющие дуальную организацию, жили раздельно. Каждый из этих родов был самостоятельным социалистическим организмом, первобытной общиной. Дуальный родовой брак был дисэкономическим. От греческого дис – представка, означающая разделение, отделение, отрицание. В дислокальном. В этих условиях человек всю жизнь принадлежал коллективу, в котором родился, то есть тому, кому принадлежала его мать. Поэтому первоначально роды могли быть лишь материнскими. Дуальная родовая организация была системой отношений только по воспроизводству человека, но не по производству материальных благ. Но не будучи производственными, эти отношения, тем не менее, были, по крайней мере, на первых порах, как экономические связи, материальными. Их материальность была условлена материальностью первоначальных родовых отношений. Нетрудно понять, что эти отношения по тетопроизводству были чисто социальными, но не биологическими. и они имели чисто социальную природу, были вызваны к жизни в конечном счете потребностями развития материального производства. Подводя некоторые предварительные итоги, можно еще раз повторить, что становление человеческого общества с необходимостью предполагало обуздание и введение в социальные рамки двух важнейших биологических инстинктов – пищевого и полового. Первым был обуздан пищевой. Возникли перобытно-коммунистические отношения и распределения. С появлением дуально-родового брака был обуздан и поставлен под социальный контроль половой инстинкт. Тем самым завершился процесс становления человека общества. С завершением антропосоциогенеза на смену эпохи прообщества пришла эпоха существования и развития готового сформировавшегося человеческого общества, первой формой бытия, которую было первобытно-коммунистическое общество. И вместе с готовым обществом возникли и готовые сформировавшиеся люди – неантропы или хомо-сапиенс. Как писал Владимир Ильич Ленин, зоологический индивидуализм обуздал и первобытное стадо, и первобытная коммуна. Вот такая интересная статья, точнее небольшая глава из этой книги. А в предыдущей главе очень интересно пишет, что привычный и обыденный взгляд на род – это группа людей, произошедших от одного общего предка. Он неверен. Род может существовать и без представления об общем предке. Ранний род был беспредковым. Каждый род с самого начала имел тотем, который был обычно какой-либо вид животных. И члены его осознавали свое единство как общность тотема. Суть рода заключалась в том, что это была такая группа людей, в которой были абсолютно воспрещены половые отношения. Нарушение этого запрета влекло за собой строжащее наказание. Нарушителя айкотного запрета либо убивали, либо заставляли покончить жизнь самоубийством. Убийство сородища могло быть прощено, нарушение айкотного табу никогда. То есть род – это те люди, с которыми ты не можешь вступать в половые отношения. Спасибо большое за внимание. Спасибо.